Открытый телеканал представляет Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Пирамида желаний» и с вами ее ведущий я, Лев Корчагин. Как всегда мы говорим о наших желаниях и куда они нас ведут. И как всегда нам в этом помогают наши гости, известные и состоявшиеся люди. И сегодня у нас в гостях известный писатель и сценарист Эдуард Тополь. Здравствуйте, Эдуард. Добрый день. Эдуард Владимирович Тополь. Российский писатель, драматург, киносценарист. Автор многих остросюжетных триллеров, романов «Красная площадь», «Подлодка У-137», «Красный снег», «Журналист для Брежнева» и других. По сценариям Тополя сняты фильмы «Юнго-Северного флота», «Красная площадь», «Несовершеннолетний» и восьмисерийный фильм «У-Е». Эдуард Тополь может как никто закрутить сюжет. Большой мастер, большой талант. Он один из самых читаемых русскоязычных авторов. В своих произведениях вы проживаете жизнь вместе со своими героями. И предполагаете, что читатель тоже ее будет проживать так же. Фактически вы пытаетесь направить человека в то русло, которое вы для себя определили. Что это правильно, насколько я понимаю. Если говорить о моем опыте, то он простой. У меня сначала появляется какая-то идея и месседж, то, что называется. В переводе на русский язык это послание. Но это послание, это не совсем месседж. А месседж это некое вот такое наполнение смысловое, публицистическое, творческое какое-то. А потом я, ну, это должно свариться так, чтобы возникла завязка. Чтобы возникли персонажи, которые будут нести этот месседж. Или характер. И после этого я знаю только приблизительно конец. Чем это может быть закончиться. Может, так не закончится. И дальше я их пускаю. И я должен, ну, как у Булгакова описано в театральном романе. Они должны с меня тащить. Советский период. Вы известный уже достаточно человек. В Советском Союзе в стране 250 миллионов. Передовая интеллигенция читает. Вы решаете уехать. Вас выслали или вы сами решили уехать? Нет. Это такой комплекс получился. Дело в том, что эмиграция началась в 71-м году. Да? А я уехал в 78-м. Где-то в 76-м я придумал. Я увидел, что это поток пошел уже. Одно дело, когда уехало первые 30 человек. Маркиш уехал. Еще несколько моих знакомых журналистов. Потом Галич уехал. И так далее. Да, я его провожал. А другое дело, когда уже 50 тысяч человек в год уезжало. Это уже поток исторический. Я придумал книгу. Кто-то должен же написать про этот поток. Это же историческое событие. Исход. Из Советского Союза. Не из России, а из Советского Союза. На иммиграции. Да. Открылся. Это маленький ручеек. Но этот ручеек потом превратился в поток, который размыл и обрушил этот занавес. Ну, и я поехал за этим романом. На фестивале, кинофестивале военно-патриотического фильма «Волоколамский рубеж» фильм, снятый по мотивам вашего произведения «На краю стою», получил премию за воплощение темы нравственной красоты человека. Как вы думаете, за что, почему? И как вас эта тема волнует? Ну, значит, я должен чуть-чуть уточнить. Это не фильм, снятый по мотивам. Это мой сценарий. Я продюсер, я сорежиссер. А что касается фестиваля «Волоколамский рубеж», там этот фильм получил три приза. Мы получили приз за лучшую мужскую роль Артур Смолянинов. Мы получили приз зрительских симпатий, которые дали нам подростки. Потому что 12 фильмов на этом фестивале было. Их отсматривали. Ну, днем же взрослые люди не будут приходить, кино отсматривая. Значит, приводили школьников 10 класса. И они посмотрели все 12 фильмов. И они дали нам приз зрительских симпатий. Что, конечно, было для меня очень высоко, я считаю. Потому что это сочеталось еще с призом жюри за воплощение на экране темы нравственной красоты человека. Вы попробуйте подростков удержать в зале на отражении темы нравственной красоты человека. А в чем же месседжи этой темы нравственной красоты человека? В чем нравственная красота человека? Я рассказываю там о очень сильном мужском характере и очень сильной любви молодых людей, которые через совершенно немыслимые обстоятельства не предают друг друга, проходят и выигрывают. Понимаете, да? Это такая повесть о настоящем человеке сегодняшнего дня. Что вы понимаете под словом «любовь»? Понятно, что есть любовь к родни, любовь к детям, любовь между мужчиной и женщиной. В этом фильме речь идет о супружеской любви, о супружеской верности. Я имею в виду, вы там хотели сделать месседж именно об отношениях между людьми. Возможно ли вообще отношения, как вот в фильме, между героями распространить на все общество? На всех людей. Я могу показать всем, кто хочет посмотреть эту картину, что это бывает, что так может быть в жизни. Понимаете, когда люди смотрят фильм, они с самого начала говорят, это жизненно или нежизненно. Вот есть у меня такой знакомый, говорит, это жизненно, это нежизненно. И люди так смотрят. Если ты в каждом кадре доказываешь им, что только так и могло быть в жизни. Не просто вот взял автора, повернул сюда, и поэтому так получилось. Тут рояль в кустах оказался, и герой сыграл мелодию. Нет. Вот иначе не могло быть. Это понятно, да? И все, что я хотел сказать, что если герой герой в натуре, по своему характеру, он может пробить стены, он может выжить, и он может победить. Что вы можете дать, как талантливый человек, как талант, которому дан природой, что вы можете дать миру, что вы можете подсказать, как человек более тонко чувствующий, чем простой человек? Какие-то есть основополагающие вещи, которые или человек принимает и живет по ним, да, как 10 заповедей, или не принимает и живет по другим вещам. Я как-то в детстве вычитал замечательные изречения древнегреческих мореплавателей. Плавать по морям необходимо, жить не так уж необходимо. И это пружина всех моих мужских героев положительных. Вот в этом сильный персонаж, сильные личности. Они могут по жизни и проиграть, у меня есть и трагические финалы, да, в романах, но они физически проиграют, духовно они не могут у меня проиграть. То есть все, весь тот бег, который мы совершаем по жизни, там, должность на работе, заработать денег, это не самое главное. Есть что-то, к чему человек, для чего человек рожден? Да, безусловно, конечно. Я так считаю. У меня были, ну, в жизни разговоры на эту тему с людьми, там, с семьей, которые от меня зависели, да, и, естественно, денег всегда не хватает, даже у Абрамовича их не хватает. Понимаете? Но я говорил, значит, ну, женщинам, которые от меня зависели, что вот у меня есть деньги, чтобы написать следующий роман, и больше я сейчас не буду ничем заниматься. Вот я заработал на год вперед, все, это вот, а что будет потом? А что будет, то будет. Сейчас у меня есть возможность, вот я заработал деньги предыдущим романом, да, вот деньги пришли, окей, все, я могу сейчас сесть писать другой роман. А для чего? Для чего писать роман? Вы знаете, это замечательно, я вам расскажу сейчас, значит, такой философский анекдот. Сидит маленький мальчик, вокруг него пароходы, паровозы, самолеты, все это, и мама говорит, что ты сидишь? Он говорит, ну, ты знаешь, я вот сижу, смотрю на все это и думаю, а зачем все это? Вот зачем все это? Нет, а зачем мы живем? Вот зачем? У нас программа «Пирамида желаний», и мы пытаемся разобраться. Вы на пике, на пике пирамиды. Что вам не хватает? На пике уже делать нечего. Вот я занимался альпинизмом в молодости, да, и пока ты идешь в гору, то тебе кажется, ну, ты даже в них не смотришь, потому что на тебе же рюкзак 32 килограмма, да? Так и в жизни, карабкаешься, карабкаешься, а потом вдруг. А потом приходишь на этот пик, высота 5000 метров, я был даже на 6, а там ничего нету, пусто, камушки, грязь и ветер такой. Мне кажется, что сейчас в обществе та же пустота. Вот поднялись мы сейчас, вот на сегодняшний день, мы сегодня, человек поднялся, кризис в стране, в мире кризис, все человечество ощущает кризис. Причем этот кризис, он какой-то психологический. Пустота. Не знает, что делать. Все методы прежние исчерпаны. Собираются руководители государств, не знают, что делать. Ну, я не могу давать им советы, но по поводу того, что вы поднялись или кто-то куда-то поднялся, я могу сказать, что самый пик человеческих отношений, высоких, я наблюдал 10 сентября, на завтра после того, как был совершен теракт в Америке на Близнецах. На завтра Америка после этого теракта находилась на пике своего духовного состояния общения, потому что на завтра вся страна, в Америке 150 миллионов людей и 230 миллионов автомобилей. На каждую семью выходят по полтора автомобиля. Все автомобили были украшены американскими флагами. И все люди друг к другу улыбались и спрашивали «How are you? How are you today?» И это было такое духовное, такой духовный подъем у всей нации. Вот в этом они были вместе, у них было одно желание, они друг друга чувствовали, они чувствовали друг друга братом, сестрой, неважно. Да, да, да. Все. Причем это были, ведь Америка состоит из абсолютно разных. Разные расы, разные религии, разные состояния, положения, статус. Такого состояния за 30 лет жизни в Америке я больше ни разу не наблюдал. Вот это было на пике. Мы говорим про духовность. А что, в вашем понимании, духовность? Это значит очищение от меркантильности, эгоизма, сиюминутного животного инстинкта потребления. Понимаете? Ведь люди отличаются от зверей чудовищно. Ни один зверь лишнего куска не съест и не убьет никого за просто так, чтобы съесть лишний кусок мяса. Он только съест то, что он может съесть. И все. Он не натянет на себя шкуру убитого зверя. Понимаете? Вот. А люди, их эгоизм остановить почти невозможно. То есть никто не может остановить. Я не могу остановить ваш эгоизм. И вы мой не сможете остановить. Я только сам могу свой, вот так сказать, хватит. Понимаете? Значит, вот это понимание того, что тебе для жизни достаточно вот этого, ну какого-то, да, уровня, А больше тебе не надо и нечего свою жизнь тратить на приобретение того, чего тебе не съесть, не поглотить. И не нужно тебе лишнее. Посвяти этому. Отдай это другому, если у тебя что-то есть. Делай нечто доброе для других людей. Вот это и есть дух. Мне кажется. Спасибо большое, что приняли участие в нашей передаче. К сожалению, она заканчивается. До свидания. Спасибо. Время подошло к концу. У нас в гостях был известный сценарист, писатель Эдуард Тополь. До новых встреч. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова